Микс Ньюз Утро на Болткове Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Утро на Болткове» Сегодня её проведём мы, Артём Липин, Наби Кэлкин Доброе утро Звукорежиссёр Евгений Копеин И сегодня у нас в гостях Исполнительный директор Ассоциации владельцев аптек Кристина Ячковича, здравствуйте Доброе утро Да, ну в гостях виртуально Виртуально, естественно, понятное дело Мы соблюдаем все, стараемся соблюдать все правила самоизоляции Наверное, конечно, есть много тем, на которые поговорить Но недавно, сравнительно, недавно с 1 апреля Началось новое правило продажи Предоставление лекарств по рецептам Теперь с 1 апреля указывается не конкретное лекарство в рецептах А активное вещество Можете ли вы подробнее рассказать нашим слушателям Зачем это сделано и видны ли уже какие-то эффекты за первый месяц Да, спасибо вам за вопрос Система действительно такая есть И ассоциация для тех, кто ее поддерживает Но, конечно, у нас есть сейчас ситуация Не только новая с 1 апреля, но и ситуация с COVID И поэтому в аптеках система бывает довольно сложная Почему так? И почему министерство ввело эту систему? Главная цель этой системы Как бы пошедить пациента И пошедить кошелек пациента Чтобы он не платил так много денег Как до сих пор Поэтому государство Сказало, что всем Ну не всем, но большая часть врачей Надо выписывать активное вещество в рецептах Только 30% можно выписывать в средний медикамент И аптеки это, конечно, и получают от врачей Почему проблемы? Потому что, наверное, информация Не поступила до всех одинаково И иногда приходят пациенты, которые совсем не знают То, что им написано в рецепте Потому что нет этого очень важного разговора с врачом Почему так сейчас? Потому что очень много рецептов выписывается по телефону И отсутствует этого разговора Что пациенту надо было бы узнать у врача Ему надо выяснить Какой медикамент ему написан в рецепте Будет ли он получать то же самое, которое он употреблял До сих пор, например, конкретный медикамент Если есть такое основание медицинского рода И там написано активное вещество И он получит то, что государство сказало Что в этот момент самый дешевый И это государство оплачивает Поэтому эта система и сделана Чтобы пациент не доплатил сам Но чтобы государство могло бы покупать Ну как бы покупать пациенту дешевый медикамент Но такой же хороший С тем же активным веществом Но есть ведь еще такое чувство привычки То есть даже если по медицинским вроде показателям Два лекарства действуют одинаково И даже нет никаких там Ну то есть мы не говорим сейчас про особенности Когда действительно на человека действует только одно лекарство А другое с таким же веществом не действует В таких случаях, я так понимаю, выписывается вот конкретно Значит первое лекарство действующее Даже если оно не самое дешевое Но ведь есть еще свойство психологического Психологические свойства Когда человек привык к своему лекарству И получая другое Ну можно сказать, эффект нацеба присутствует В каком-то количестве И просто он не ощущает себя так же хорошо Ну наверное в том и это Суть дела, что в аптеке бывают конфликты такого рода Вот человек, ему написано активное вещество И он спрашивает аптеки, чтобы ему дали то Что он до сих пор употреблял Но фармацевт только выполняет то, что там на рецепте написано И конечно человек бывает возмущенным И ему есть еще такая возможность Заплатить про этот медикамент целую сумму Но тогда не действует больше ситуация компенсации государства Но возможность такая есть Что? Но возможность такая есть То есть если я прихожу... Но по полной цене Если человек хочет дешевый медикамент Он это получает И государство ему это оплачивает Но если он по привычке до сих пор хочет медикамент Который он употребал Но нет никакого медицинского повода Чтобы ему этот врач выписывал Тогда есть возможность не доплатить Такой системы больше нет Но получить это по полной сумме По полной цене Которая есть в аптеке 672-12-93-9 672-13-93-9 Это телефоны прямого эфира Звоните, задавайте свои вопросы Или пишите нам по WhatsApp 2-3-0-61-91 У нас на связи Исполнительный директор Ассоциации владельцев аптек Кристина Ячковича Да, как изменилась жизнь аптек С наступлением чрезвычайной ситуации Пандемии Ну, те, кто посещает аптеки Видят, что все-таки позаботились И фармацевтах И защитные стекла есть И вот эти, так называемые Такие вот маски Да, вот Пластика, которая защищает фармацевта Может быть, как бы вы характеризовали ситуацию Несколько слов Да, ситуация у фармацевтов По-моему, хорошая С такой Точкой зрения Что защита есть Но, конечно Мы просим подумать Прежде чем посещать аптеку Надо ли это делать Конечно И соблюдать все Что там написано Если, например, маленькая аптека Тогда два человека Одновременно То есть Может выходить Но, конечно Фармацевт Работает Больше Чем До сих пор Потому что Люди Хочут делать Какие-то Наверное Ну Больше покупать Но, конечно Мы это не рекомендуем Потому что У медикаментов Есть Срок годности Которого Нельзя Нарушать Я так понимаю Что многие пытаются Видимо, как С гречкой Вот эти лекарства Закупать Впрок Чтобы они дома были На всякий случай Совершенно верно Но это Не можем Рекомендовать Пожалуйста Не делайте так Покупайте только То, что вам нужно И то, что вы Употребляете И то, что вам Выписывал врач И Не делать Не толпитесь Тоже в аптеках Как и везде Сейчас Поэтому есть Эти защиты Потому что Фармацевт Как бы Встречается Глаз на глаз С потенциально Инфицированным Человеком И Конечно Эти маски И эти защиты Все Из-за этого Из-за этой ситуации И сделаны Вот Вы упомянули Маленькие аптеки Мы знаем Что К примеру Сейчас У пенсионеров Но если мы говорим О Риге Нет Эти льготные Проезды Общественной транспорте Им рекомендовано Вот все-таки В случае необходимости Посещать Вот Прилежащие Продуктовые магазины Аптеку Которая недалеко От дома Но во-первых Мы знаем Что несмотря на то Что аптек Довольно в Латвии Вроде бы много Не всегда Они вот В шаговой доступности И маленькие аптеки К примеру Очень часто В субботу В воскресенье Не работают Вот Что говорят Владельцы аптек Собираются ли Они как-то Делают Эта система Более гибкой Ну так Чтобы Люди все-таки Не должны были Всегда ехать Вот эти торговые центры В которых аптеки Работают И выходные дни Ну Сейчас конечно Все вопросы Мы решаем Тоже Вместе с Министерством Здравоохранения Есть какие-то Идеи Которые Может быть Будут решены Но сейчас До сих пор Я не могу сказать Ничего нового О том Как мы будем Работать Так и будем Работать И Будем Конечно Смотреть Как Люди Приходят Но Таких Новых Улучшений Рабочего времени Нету Потому что Нам надо Думать о том Как фармацевты Работают У них Только Счет Фармацевтов Только Есть Количество Фармацевтов Есть Ну Сколько Есть Столько Есть Так И Хотела Сказать Что Мы Хотим Немножечко Пошадить И Не нагрузить Так Они Уже Очень Нагрузка Как Ваша Ассоциация Оценивает В принципе В Латвии Достаточно Аптек Потому что Как мы знаем Есть Разное Экспертное Мнение Одни Говорят Что У нас Чересчур Много Аптек Столько Даже Не Надо Другие Говорят О том Что Нет Где Аптек Нет Нужно Куда Ехать Или Идти Далеко Да Ну Как мы знаем В нашем Государстве Политику Что Аптек Делает Министер Здравоохранения Но Наша Ассоциация Владельцев Аптек Считает Что Сейчас Аптек Количество Аптек Оптимальное Оптимальное Мы бы хотели Чтобы Она Таким И оставалась Такое Наше Мнение Ну Конечно Министерство Немножечко Что-то Другое Думает И Готовит Тоже Нормативные Акты Ну Посмотрим Как Это Будет По-моему Мы услышим Еще Что-то Об этом Вопросе В Движайшее Время Говоря Вот Об аптеках И коронавирусе Понятное Дело Что Сейчас Все Встревожены Все Переживают И появляется Огромное Количество Слухов Что Вот Это Лекарство Помогает На самом деле Или Вот Это Их Очень Много И Понятное Дело Что Все Из них Они пока Мягко Говоря Недостоверны А иногда Напрямую Лживы У У фармацевтов Есть Какой План Действия Если Приходит Человек И Говорит Мне Нужно Вот Это Лекарство Потому Что Она Спасет Меня От Коронавируса Есть Какая Методика Как Надо Работать Или Это Каждый Фармацевт Индивидуально Решает Конечно Каждый Случай Индивидуальный Но Вы Говорите Медикаментов Которые По Рецептуре И Если Есть Рецепт Тогда Фармацевт Выдаёт Медикамент Если Рецепта Нет Тогда Больше Вопросов Нет Так Что Например Был С Организацией Здравоохранения Мира Что Они Сказали Что Парацетамол Это Лучше Чем Что-то Другое Но Они Потом Отзвали Своей информацией И Это Совсем Совсем Неправильно Закупать Что-то Побольше Или То Что Им Сказали Например Соседи Или Родственники Пожалуйста Слушайте Своего Доктора И Послушайте Тоже Фармацевта Вы можете Ему Тоже Задавать Вопрос Фармацевт Вам С удовольствием Ответит Ну Вот Я Когда Нашел Исследование Что Сейчас В Латвии Согласно Исследованию Проведенному ОСКДЦ 92% Людей Доверяют Фармацевтам В аптеках Что Они доверяют Тому Что им Говорят И выбору И так далее Это чувствуется 92% Потому что Кажется Что это Много Но С другой стороны Получается Что Каждый Десятый Человек Примерно Спорить Начинает Ну Вообще Это Очень Чувствуется Потому что Фармацевт И бывает Те Единственная Персон Которая Из медицинского Персонала Человек Объекновенный Встречает Если вы хотите Идти К дотерам Вам надо Записываться Идти В аптеку Вы можете Заходить В любой момент И фармацевт Консультацию Вам Дают Да Это очень Чувствуется Но конечно Бывают И ситуации Например В это время Вот например С этой же Системой Которая У нас Новая Что Начинается Спор Ну В этой ситуации Ситуация Когда у нас Есть Ковид Пожалуйста Пожалуйста Пошедите Фармацевта Он тоже Только Человек И ему Очень большая Нагрузка Из-за этого И Ну конечно Спорить Можно И надо Если это Хороший Спорт Но вот Стандарт Просто не забывается Вот Что говорят Те Кто работает В аптеке Если у вас Была возможность С ними Или с их Коллегами Пообщаться Насколько Сейчас К фармацевтам Обращаются За какого-то Ну медицинского Рода Консультацией Потому что До Вот этого Ковида Очень часто Те кто Посещал аптеки Наблюдают Такую ситуацию Когда вот Человек Ну Долго Фактически Вместо Врача Пытается Вот фармацевта Спросить Обо всех Подробностях Этого лекарства Жалуется На то или иное Там Какие-то Свои болячки Но Понятно Что фармацевт Может что-то Подсказать По поводу Лекарства Но ставить Диагнозы И лечить Вместо Врача Наверное Он не может И не должен Вы совершенно Правы Не может Не должен И не делает Это Но консультация Фармацевта Такая Есть И надо Но сейчас В этой ситуации Даже Фармацевту Нет так много Времени Поговорить С человеком Это конечно Жалко Но вот Сосновая Система Относительно Много Времени Фармацевт Тратит На каждого Пациента Не только Разговаривая С ним Но и В поиске Медикаментов В разных Системах Которые Нам предлагает Государство И Аптек И Сети Аптек Это тоже Берет Время И Это Отнимает Время Для Разготовки К сожалению Если у вас Может быть Какие-то Данные Появились За время Пандемии Чрезвычайной Ситуации На какие Лекарства Вырос спрос Вообще В целом У людей Нет Я не Собирала Такие Данные Но Конечно Как бы Тенденции Мы можем Видеть Тенденции На Дезинфекционные Как это Сказать На Маски И На Средства Дезинфекции Конечно Вирус И Вирус И спрос У тех Которые Они Их Делают И Конечно Вот Эта Ситуация Парацетамола Которая Была Она И решается До сих пор Так что Есть Такие Тенденции Ну Если мы Говорим О том Что Есть Вообще Медикаменты В аптеках Так Конечно И Можем Сейчас Говорить О том Что Недостатки Тоже Есть Но Это Не Из-за Ситуации Ковида Это Из-за Ситуации Вообще В Европе То что Медикаментов Не так Много Как Как В предыдущие Времена И это Поэтому Что Активные Вещества Тоже Не делается Так Больше И Вот Ситуация С ковидом Наверное И еще Разыстряла Эта ситуация Потому что Активные Вещества Производятся В Китае И в Италии И Эти Все Было Предустановлено Предустановлено И Ситуация С медикаментами Такая Она И будет В аптеке Фармцер Будет Рассырировать Медикаменты Немножко Под Времени Будет Больше Чем До сих пор Для Поиска Медикаментов Вот Можно ли Мы знаем Что были Ситуации Когда Пациенту Нужен Какой-то Медикамент Он даже Готов Заплатить Собственные Деньги Его допустим Нет в аптеке И говорят Что там Нет в Латвии Мы должны Его заказывать Есть ли сейчас В этой ситуации Возможность Заказать Не знаю В Германии В других странах Какой-то Медикамент Который Пациент Считает Что ему Необходим Ситуации Такие Бивают И да Возможность Есть Но Я не могу Сказать Тенденции Как долго Например Надо будет Ждать Но Вадимцы Аптеков Все время То и делает Что Пополняет Все склады Медикаментов И Ничего Не остановилось И Системы Работает Да Но Кратцы Ответ Да В ситуации Да Вот По поводу Системы Это Очень хорошая Тема Мы знаем Что до Этой Пандемии Чаще всего Семейные врачи Фармацевты Меньше Когда тоже Бывало Что они Жаловались Что пытаются Открыть Электронный Рецепт Ну и Программа Опять Компьютер Виснет Ждут Клиенты Аптек Нервничают И фармацевт Естественно Нервничает Потому что Они могут Увидеть Этот электронный Рецепт Что сейчас Какие сигналы Что называется Смес Поступает От аптек Сейчас Система Более-менее Работает Без перебоев Какая Сейчас Ситуация Ну Как я сказала Система Как бы Многослойная Сейчас К этим проблемам Которые были Наслоились Еще другие Которые Есть С 1 апреля Потому что Врач Выписывает Как бы Полурецепт И там Очень Недостатка Недостатка И В том Что Например Что-то Не записано Потому что Система Позволяет Делать Эти ошибки Врачу И Это Еще Одна Проблема Как бы Наслоилась Поэтому Я говорю Что Формацент Это Это Время Не очень Легкое Даже Я бы Говорила Что Тяжелое Но Министерство Здравоохранения Нас Похвалило И сказал Что В первые Три недели Формаценты Вписывали 80% Случа Не Вписывали Но Выдали 80% Дешевый Самый Часовый Медикамент Так что Система Мы Выполняем Но То Что Это Из Наш Пациент Просит Это Очень Тяжелая Ситуация И Поэтому Я бы Хотела Чтобы Каждый Пациент Поговорил С врачом С этим Он Пошел В аптеку И Получил Медикамент Это Было бы Очень Хорошо Чтобы Он был Интервирован И Спасибо Что Вы Об этом Говорите И Я хочу Всем Вращаться И Спрашивать Еще Еще раз Ответственность Была Больше У пациента Тоже А У вас Есть Коммуникация Вот Например С врачами То есть Я так Полагаю Что Какие-то Врачи Просто Не Знали Или Не Подумали О том Что Им Нужно Провести Эту Беседу Беседу У вас Коммуникация С Министерством Здравоохранения Обратная То есть Они Вас Конечно Хвалят Но Если Система ВСЛИП Там Периодически Не Работает Если Там Есть Какие-то Проблемы Но Их же Надо Решать Это Не Ваша Обязанность Решать Эти Проблемы Конечно Конечно Мы Каждую Неделю И Даже Больше Коммуницируем С Министерством Еженедельно Есть Большое Собрание Отрасли И Говорим О этих Проблемах Потому Что Конечно Совершенно Проблемы Надо Решать И Фармацет Не Виноват Что Врач Смог Выписывать Это Даже Не Его Проблема Он Не Смог Выписывать Так Как Как Надо И Конечно Система Информации Тоже Была Перед Системой Новой Которой С 1 апреля Но Никто По-моему Не Услышал Кое-кто Конечно Услышал Но Люди Приходят Не зная Ничего Об этой Системе Я бы Не сказала Что Врач Не знает Потому Что Есть Всякие Я знаю Просто Что Есть Семинар Министерство Делает И Говорит С врачами Тоже Ответственность У каждого Врача Иная Но Вот Например Я Персонально Видела Ситуацию Когда Врач Приходит В аптеку И Разговаривает Долгый Разговор С фармацертом И Спрашивает Ему Помощь Пожалуйста Помогите Понять Что Мне Как Надо Выписывать Фармацер Конечно Говорит Есть Такая Связь Есть Связь Конечно 672 12 93 9 672 13 93 9 Телефоны Прямого Эфира Или Пишите Нам По Ватсапу 2 3 0 6 1 91 Сегодня У нас На связи Исполнительный Директор Ассоциации Владельцев Аптек Кристина Ючковича Если У вас Есть Какие Вопросы Которые Вы Хотите Зазвать По поводу Аптек По поводу Фармацевта По поводу Лекарств Вот Сейчас Самое Время Вы Упомянули Что повысился Спрос Конечно На маски На средства Дезинфекции При этом Мы знаем Что Через Достаточно Быстрое Время После начала Чрезвычайной Ситуации Предложение Упало Практически До нуля Было Невозможно Найти Ни маски Ни средства Дезинфекции Сейчас Уже Средства Дезинфекции Есть Что касается Масок Есть ли В аптеке Да Потому что Они прибывают Но Есть ли Они Есть Есть Маски Но Вот Мы не можем Больше Говорить о том Сколько Не стоит Потому что Вот Производитель Тоже Повесил Цену Даже Много раз Да Есть Но Они Подорожали А если Потому что В последнее время Очень активно Говорится о том И премьер-министр Говорит И министр Сообщения Что С 12 мая Понемногу Начнут снимать Какие-то ограничения В том числе Скажем В общественном Транспорте Но мол Тогда В общественном Транспорте Придется ездить В масках И справедливое Возмущение От населения Что Мы бы рады Ездить в масках Но их мало И они дорогие Вот у вас Был уже какой-то Разговор на эту тему Что может быть Аптеки будут В убыток Продавать маски Или что И вообще Будут раздавать Вот какие-то Такие разговоры Велись Или пока еще нет Нет И что не было Но вот Наверное Сегодня Будем поговорить Об этом С министерством Завоохранения Сегодня Есть Что касается Компенсационных Медикаментов Видят ли Аптеки Здесь Какие-то Проблемы Потому что До еще Пандемии Говорилось о том Что Отдельные лекарства Могут исчезнуть Вообще Из латвийских аптек Вот Какая ситуация Сейчас Я уже Упомянула То что Вот например Если Придет Человек С рецептом И Фармацевт Должен Искать Медикамент Потому что Не всегда Медикамент Есть В конкретной Аптеке Но Бывает И ситуация Когда его Вообще Нет Но То Ситуацию Как бы Организирует Агентство Медикаментов Латвии Конечно Я могу Нельзя Не про Одного Медикамента Сказать Что Он Есть И он Будет Будет Поэтому И государство Смотрит Что Чем Можно Заменить И Эту Ситуацию Мониторит И Агентство Ползали Агентура Извиня Что Гаврилов Это название Поэтому Все Все Понимают Ну Да Нельзя Не про Одного Медикамента Я вам Не могу Сказать Что Этот Медикамент Вот Сегодня Он Есть И он Будет Еще Месяц Ситуация Очень Очень Такая Которая Меняется И Конечно Владельцы Аптеков Тоже Мониторит Эту Ситуацию Если Мы Говорим Не можем Не затронуть Вопрос Вы Сами Сказали Что Очень Много Стали Людей Покупать И Разные Лекарства Их Стало Больше Покупать И Средства И так Далее Аптеки Чисто Финансово Сейчас Находятся В плюсе Или В минусе Из-за Всей Пандемии Насколько Как Ситуация Повлияла Ну Вот Про это Я вам Не могу Сказать Как Кто В целом Наверное Ситуация Нормальна Если Вот Например Аптека Находилась В медицинском Центре Который Который Был Закрыт На время Ковида Конечно Никто Там Не приходил Так что Как Где Может быть Эта ситуация Выравнивалась То есть Нельзя сказать Так Потому что Ощущение Опять-таки Складывалось У людей Такое Что Почти все Бизнесы Страдают Из-за Ковид-19 А вот Аптеки Это один Из тех Немногих Бизнесов Который Держится На том же Уровне Или даже Растет Благодаря Всему Происходящему Нет Я не могу Вам Цифры Сказать Потому что Я Ну Понятно Но Общая Танция Я бы Сказала Что Ситуация Выравнивается Потому что Есть Аптеки В которые Никто Не приходит Потому что Там Нет Нет Ситуации Например В медицинских Центрах Который Не работал Там Аптеки Нечего У нас Есть Телефонные Звонки Давайте Мы Примем Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Анатолий Я Хотел Вас Спросить А как Быть С этими Направлениями К специалистам Сейчас Чтобы Получить Направление Нужно В толпе Сидеть Извините Меня Семенному Врачу Спасибо Большое Ну Видимо Наш Радиоослушатель Может быть Ехал в машине Или позже Подключился Мы все-таки Говорим С представителем Ассоциации Аптек Поэтому По направлению Мы пометили Может быть Зададим вопрос Другим Специалистам Что касается Еще аптек Ну Мы знаем Что Может быть До чрезвычайной Ситуации Любой Предприниматель Любая организация Жаловалась На нехватку Специалистов Что касается Аптек Достаточно Или фармацевтов Вообще Какая У вас Ситуация Ну Ситуация С фармацевтом По-моему Историческая И нехватка Нехватка Фармацевтов Есть Уже По-моему Очень долго И фармацевт Это профессия Которая Все Приглашает Учиться Фармацевта Я бы Тоже Так Сказала Если Хочет Профессии Которая Очень нужна Так Фармацевт Это профессия И Можно Получать Образование Фармацевта Образование Фармацевтического Ассистента Есть Недокладка Конечно Это Мы видим В этой ситуации Поэтому Наверное И Министерство Говорит Что Аптек Много А фармацевтов Недостатка Есть Какие-то Планы По Как бы Реформе Системы Образования Потому что Мы знаем Что с медсестрами Например Там Большая Реформа И Которая Сейчас Происходит Чтобы Сделать Более Приятным Обучение И Более Привлекательным Для абитуриентов Вот С фармацевтами Что такое Происходит План Есть Но Реализация Я сейчас Не могу Как бы Увидеть Есть Конечно Планы На этот Разговор Не Этого Года Даже Не Следующего Года Надо Говорить И И Планы Конечно Есть Об этом Уже Начали Говорить Но Не могу Сказать Результат Нет Результат Хорошо Спасибо У нас Еще есть Один Звонок Надеюсь По теме Про аптеки Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста У меня Такой Вопрос Меня Врач Выписал От давления Санурал На Красном Рецепте Компенсационный Да И значит Вопрос Такой Почему По сравнению С Латвией Это лекарство Стоит В Литве На 30% Дешевле А в Польше На 60% Дешевле Это учитывая Что в Латвии Цена была названа С компенсацией В аптеке Спасибо Да Ну наверное Цены Это тот вопрос Которого пока не мере До кризиса Часто Задавали И все время Утверждали Что лекарства В других странах Дешевле В Литве Дешевле В Германии Тоже Конечно Вопрос Цен Тоже Есть вопрос Который Мы решаем И Министерство Здравоохранения Хочет Решать Это совершенно Конечно Справедливо И еще Есть В плане Изменять Нормативы И Еще есть Дискуссия О том Как Кто Будет Уменьшать Разговоры Об уменьшении Цен Но Цена Это то Что делается Из очень многих Компонентов Это не только Аптека Это и Вайромпиргу Айс Розничная торговля Розничная торговля Это и Есть Опы Где Тоже Производитель Сказал Ту или Другую Цену И Если Есть Например Компенсированный Медикамент Тогда Цена Договор С государством Так что Ситуация Довольно Многослойная Опять Так что Я не могу Конкретные Вопросы Ответить Конкретно Медикаменты Наверное Взять И анализировать Что Есть Ну вот Вы говорите Несколько компонентов У цены Это правда Действительно Это производитель Это логистика Это Еще на месте Там распаковка И так далее Там очень много факторов Но если мы Действительно Сравниваем Две Соседние Страны Латвия И Литву В среднем В Латвии Цена На лекарства В основном Выше Хотя Страны Находятся Рядом И не очень Понятно Почему Ну Обывателю Не очень Понятно Мне Как Обывателю Потому что Страны Находятся Рядом Вряд ли Транспортные Расходы Делать В чем Вот эта Разница Если мы Конкретно Про соседей Говорим Ну Вы совершенно Правы Вот Если Государство Например Хочет Что все Медикаменты Били по той Цене Которой Она хочет То Все Медикаменты Надо ввести Компенсационную Систему Но И Правы В том Что Есть Разные Договоры С Разными Производителями И Наверное Ну Ситуация Есть Отдельная Про Каждый Медикамент Ну Как я вам Говорила Это Проблема Есть На столе У министерства Будем смотреть Как она Будет решаться Мы тоже Присутствуем И Дискуссии Делаем И Конечно Предлагаем Свои варианты Как улучшить Ситуацию Еще один Звонок Здравствуйте Доброе утро Да Пожалуйста Мне Два Вопроса Вот Мне Все время Я хотел Узнать Есть Такое Лекарство Науплаза Нольплаза Вратвии Оно По рецепту Врача Да Вот И то же самое Лекарство 100% Аналог Французский Который Стоит В 6 Раз дороже Можно купить Без рецепта Вот почему Это Это Первый Вопрос И Второй Вопрос У меня Мама И Теща У них Разрушается Позвоночник Мягкий По моему Олег Салвикса Что-то такое Вот в Латвии Это лекарство Без компенсации Стоит 200 евро Компенсация Теща Платила 120 В Литве Без компенсации Стоит 100 А с компенсацией Не стоит Ничего Вот как Вот это Вы имеете ввиду От остропороза Видимо Да Да Вот там Укол Делается Как это Объяснить Это вообще Непонятно И вот я До сих пор Не могу понять Как это Все делает Спасибо Спасибо Видимо Это вопрос О том Как вообще Формируется Цена Мы немножко Поговорили Мне кажется Ну вот Про первый вопрос Что Компенсируемые лекарства И без рецепта Они стоят Намного Намного Дороже Чем Вот аналоги Но Ровно Такие же По мнению Слушателей Ну это Наверное Разговор С производителем Компенсации Это Как бы Сумма компенсации Это договор Производителя С государством Так что Не могу Наверное Комментировать Но вот Мне есть комментарий О том Есть Может быть Такая ситуация Когда Например Медикамент Без рецепта Дается в другой Дозе А с рецептом Уже в другой Так что Есть и такая Ситуация Тот же самый Медикамент Можно с рецепта Получить И тот же самый С рецептом Но побольше Дозу Так что Ситуации Разные бывают Конечно Надо Смотреть Ситуацию А вообще Ну учитывая Потому что Много вопросов Есть Всегда Когда речь Заходит о лекарствах Кто бы у нас В гостях Не был Когда речь Заходит о лекарствах Всегда очень много Вопросов Про цену И про конкретные Очень случаи Потому что Понятное дело Что вы Ну например Вы не могли Сейчас подготовиться Вот там Конкретным Названием Которое Говорит Слушатели Есть ли Куда можно Обратиться Вот с конкретными Вопросами И сказать Вот это конкретное Лекарство Почему Так дорого Примите Меры Что называется Чтобы у вас Было Хотя бы Список Тех лекарств Которые Наибольший Спрос Ну Есть Конечно Государственные Структуры Где можно Обращаться Есть НВД Национальная Свет Блинаст Есть Залива Садентура Но Наверное Эти вопросы Все Как бы Ритерические Сейчас Но Если Коя Кто Спрашивал О конкретном Вопросе Я Полагаю Что Конкретный Ответ Человек И получил От государственной Службы Так что Может быть Надо Спрашивать То есть Это вопрос Не к аптекам Это вопрос Вот именно Коцелы Блинаст Конечно Я бы Если Ну я тоже Представитель Не одной Аптеки Ну да Несколько Больших Больших Предприятий Аптек Так что Я не могу Ответить Про всех Так Активно Стали звонить С концу Да Давайте Мы наверное Еще парочку Успеем Принять Здравствуйте Доброе утро А я правильно Понял Что фактически Если Подытожить Наш разговор То у нас Существует Медицинское Лобби И вот Она схема Как политики Коррупционные Схемы Оборвывают Наш народ То есть Большой Производитель Напрямую Платит Партии Которые Нами Управляют А за счет Этого Они Придумывают Такие Законы Где Непонятная Ситуация С ценами И в разы Дороже Или я Неправильно Понял Спасибо Вот Такое Интересное Ну Я Предполагаю Что вопрос Не ко мне Но Не смогу Ответить На этот вопрос Ну да Тем более Я так понимаю У аптек Есть предельно Допустимая Наценка Которую Они вообще Могут Ставить То есть Аптеки Не могут Любую цену Которую Хочется Наверное Вам с Произведителем Надо Говорить И спрашивать У них Конечно Будет Мнение Об этом Не смогу Комментировать Да Ну что Спасибо Большое Наверное Будем Заканчивать Спасибо Большое За то Что были Сегодня С нами У нас По связи По скайпу Была В гостях Исполнительный Директор Ассоциации Владимир